КОНЕЦ Добрый вечер, дорогие друзья! Дорогие друзья, вы смотрите программу МОСТ. Тема нашей сегодняшней встречи – сексуальное насилие. Можно еще долго пребывать в блаженном состоянии и не подозревать, что это касается любого из нас. Как оказалось, многие еще относятся к этой проблеме недостаточно серьезно. Смотрите программу МОСТ и, возможно, вы узнаете для себя что-нибудь полезное. Жизнь в небольшом городе, на первый взгляд, небогата событиями. По этому молодому организму очень хочется встряхнуться и наполнить однообразное существование заманчивыми приключениями. А вдруг сегодня мой день, и явится принц на изумрудном Мерседесе и везет меня в заоблачную даль. А слегка захмелев, начинаешь уже и верить в это. И странный тип с масляными глазками кажется не таким противным. И почему-то думаешь, что говорит он правду об уютном месте для задушевной беседы. А потом возникает потрясающее ощущение полета и упоения от собственной смелости. А почему бы и нет? Хватит бояться, нечего подавлять свои чувства. Хочу быть значительной, красивой и сама решать свою судьбу. Только к великому сожалению, никто не может тебе заранее нашептать, чем закончится твое приключение. Может встретиться и прилично молодой человек. А может быть, впоследствии свое случайное знакомство будешь вспоминать с болью и отвращением. Вы все знаете, что у нас в городе существует Центр медико-социальной помощи детям и подросткам с заболеваниями, передаваемыми половым путем. И вот нередко в беседе со мной, как с руководителем Центра, многие девушки, больные сифилисом, гонореей, хламидиозом и другими венерическими заболеваниями, они указывают на то, что в их жизни, может быть, год назад, может быть, несколько месяцев назад имело место сексуальное насилие. Но, как правило, я еще не встречала ни одного случая, чтобы девушка по этому поводу обращалась в правоохранительные органы. Вот расскажите о каком-нибудь типичном случае. Что было? Ну, я могу много случаев рассказать. 16-летняя девушка, возвращаясь из гостей, вечером, не поздним вечером, около 9 часов вечера, была изнасилована в подвале жилого дома мужчиной. И когда она обратилась по этому поводу в милицию, ее отправили и сказали, что сама виновата. В тот светлый вечер в начале мая было довольно тепло для этого времени года, и поэтому прохожих на улице было много. Татьяна возвращалась с вечеринки в расслабленном состоянии духа. Боковым зрением она заметила молодого мужчину, который шел за ней. Татьяна решила, что он хочет с ней познакомиться, и уже мысленно представляла интригующий разговор. Но все получилось совсем по-другому. Мужчина сзади подбежал, затащил, по близости был подъезд, затащил в подъезд, и в подвал, там был открыт подвал. То есть изнасиловал там. Пытался сопротивляться, но это было бесполезно, он наносил больные очень удары. Поэтому было бесполезно, кричи, не кричи, никто не поможет. Я была в таком состоянии, просто в шоковом состоянии, когда я ничего не слышала, ничего не видела, только махала руками, и все. Никто не открытался. Не знаю, вообще была тишина, то есть никто даже не попытался. То есть из подвала все равно доносилось до первого этажа, должно было доноситься крики, но никто даже не соизмирал там, посмотреть, что там происходит. В первые дни я впала просто в депрессию, я поругалась в своей семье очень сильно, я кричала, ходила на всех. Ну, милиция. А что я могу сказать, что ушла? Они скажут, ну, сколько тебе лет, значит шла так, значит так сидя вела. Даже нечего пытаться. Они скажут, сама была виновата. У нас сейчас милиция такая. Вот что любопытно. Часто, когда говорят об изнасиловании, говорят о том, что решают такой вопрос, кто в этом виноват. Виновата ли сама девушка, виноват ли юноша, который совершил это преступление, или может это взрослый человек, который в отношении несовершеннолетнего совершил такое преступление. Что вы об этом думаете? Пошла девушка, вот идут, вернее, две подруги и садятся вместе в машину. Их попросили, просто давайте прокатимся. Они же считаются, что они уже сами спровоцировали, их же никто не заставлял. И вот порой бывает так, что девушки сами виноваты в этом. То есть вы считаете, многие из вас считают, что насилие можно спровоцировать. Что вы об этом думаете? Пожалуйста, расскажите об этом подробно. Как можно спровоцировать насилие? Пожалуйста. Насилие можно спровоцировать элементарно. Вот если девушку приглашают совсем незнакомые люди, мужчины, парни. И в первый же вечер они предлагают выпить, наркотики принять. Это уже говорится о том, что девушка легкого поведения. Нормальная девушка, она не согласится в первый же вечер пойти со всеми незнакомыми людьми куда-нибудь погулять. Скажите, пожалуйста, а вы сталкивались с ситуациями, когда вам предлагали что-то подобное, и вы подозревали, что дальше будет продолжение? Конечно, это постоянно встречается. Где это, когда? Ну, в основном, если говорить, где-то в нашем городе, то это в основном в центре. Вот пять углов, это самое знаменитое. Там просто в открытую предлагают, там, пойдем прогуляемся. А последствия это уже ты сама догадываешься. И девушки, вот некоторые специально ходят на пять углов, и они знают эту обстановку, и они соглашаются. Ну, у них есть такая искра, там, мечта, что мало ли познакомиться с принцем на черном Мерседесе. Ну, в итоге это кончается изнасилованием и все подобное. Хорошо, что вы об этом думаете? Пожалуйста, есть еще мнение на этот счет? Каждый человек является, ну, как бы неприкосновенной частной собственностью самого себя. Никто не имеет посягательные его права. Ну, вот скажи, допустим, если человек этот в трезвом сознании, он все это понимает. Но существует ведь допинг, наркотики, алкоголь. Тогда ситуация может измениться. Ну, это мы же не идем речь о том, что человек будет делать в нетрезвом состоянии. То, что в нетрезвом состоянии, там, при воздействии наркотиков, человек же пристает быть человеком. Согласно статистике, 70% изнасилований совершаются совершенно знакомыми людьми. И нам бы очень хотелось сказать, что да, вот девушка пошла, там, девушка эта. Но это, как правило бывает, исключение. От статистики никуда не уйдешь. И еще я хочу сказать такую вещь. В нашем обществе, вот как раз мы сейчас затронули вопрос, почему жертва не обращается. Потому что отношение нашего общества основано на том, что во всем обвиняется жертва насилия. У нее слишком короткая юбка. Она слишком поздно вышла из дома. Она села в незнакомую машину. Вы простите, если вы сегодня одеваете красивую обувь или садитесь в дорогую машину, вы же не хотите, чтобы вас ограбили. Вы не хотите, чтобы вас зажали в подъезде и сорвали у вас серьги. И вам скажут, а зачем ты купил такую дорогую машину? А зачем ты одел такие дорогие украшения? Именно потому, что у нас отношение общества, как кто виноват, жертва виновата. Поэтому люди и не обращаются. У меня взрослая дочь, ей 19 лет. Когда она уходит на дискотеку, я точно так до утра, пока она не приходит, я не могу заснуть. Хотя я прекрасно знаю, что она ушла со своими друзьями, которых она давно знает, которых даже я очень хорошо знаю. Но, тем не менее, все равно приходят мысли, как и любой матери, всегда о плохом. То есть насилие всегда может произойти. И даже если ее проводили до подъезда, даже ее привезли на машине, допустим, пока она идет в подъезде, это может совершиться. Вот вы знаете, что у нас ситуация достаточно сложная в городе. Что она может попасть в руки совершенно непредсказуемых личностей. И тем не менее, вы ее отпускаете. Как это происходит? Почему? Почему? Потому что она взрослая. Во-первых, ей уже 19 лет, я не могу это ей запретить. Скажите, она вам подробно рассказывает о тех случаях, о том, что происходит на дискотеках? Или она не делится с вами? Нет, о том, что происходит на дискотеках, она не делится, но она делится своим настроением. Поэтому она не скрывает плохого или хорошего настроения. Давайте тогда все-таки продолжим нашу программу. И вот такой вопрос. Все-таки насилие, оно состоялось. И девочка попадает в такую ситуацию. Что делать? Что вы об этом думаете? Наверное, нужно позвать на помощь. Но я вот слышала, вот тут такое мнение, что не стоит кричать, помогите. Лучше кричать, допустим, пожар или что-то отстранено. Потому что существует вероятность, что тебе просто не помогут. Ну, сейчас просто такое общество в наше время, что стараются как-то оградить себя в первую очередь, чем помочь кому-то. У меня была у знакомых такая ситуация. Девушку пытались изнасиловать, затащить машину, но никто... Она кричала, она кричала, выбивалась, но никто вообще даже ничего не сказал ни слова, никто не выглянул в окно. Как ты думаешь, почему никто не пререагировал на это? Ну, потому что это было в центре, это около городской больницы было, и просто боялись люди. Как оказалось, если с тобой случается такая ситуация, что тебя насилуют, тебе помочь сейчас не сможет никто. Ты остаешься один на один со своей бедой. Может быть, у взрослых участников нашей программы есть свое мнение на это, что делать, когда ты сталкиваешься с сексуальным насилием, что делать тогда? Пожалуйста. Я считаю, что нужно сразу же, немедленно найти защиту в лице законного представителя. То есть нужно срочно обратиться в милицию. Светлана не стала обращаться в милицию. Ей было всего 14 лет, когда с ней произошла эта история. Об этом случае, скорее всего, никто никогда не узнал бы, если бы девочка через несколько месяцев после этого происшествия не оказалась кожной в нейрологическом диспансере. Светлана подверглась жестокому насилию, в результате которого была заражена сиклисом. Не. Меня изнасиловали. Просто я один день попросилась понотевать в подружке. Мне мама дома не была. Мы пошли погулять ночью, и там по вечерам гуляли. И там ребята гуляли, которых самое главное, только я с тюрьмой приехал. Ну что, они нас поймали, они подружку отпустили, а дня нет. Завели, там у них квартира есть своя. Там у них все они сами делали в старом доме. Они пьяные были, они все равно были. Я до сих пор их вижу, ребят. Ну первое время я их вообще боялась, я вообще дома никуда не выходила, две недели. Потом меня подружка просто вытащила. Говорит, хватит, ты все равно будешь убиваться теперь за это. Маме ничего не говорила. А теперь когда встречаются, они ничего не говорят. Только первое время, когда я их видела, мы после всего, они сказали, если скажешь, мы тебя найдем, тебе еще хуже будет. Меня мама не поняла, мне казалось. Я была не поняла, может быть. А я боялась, что она еще всем разнесет. Правда. Она до сих пор ничего не знает. Будете обращаться в милицию? Возьмите микрофон. Я думаю, что нет, потому что в милиции просто сделать так, что это я жертва, что я виновата. То, что мне не надо было там идти в такую темную, по темной улице или еще что-то. Тем более милиция у нас сейчас такая, что просто невозможно с ними общаться. Откуда у тебя такое убеждение? Ты сталкивалась с этим? Да, я сталкивалась с этим. У нас на улице, мы когда с подружкой шли, просто гуляли, они нас остановили и, типа, приняли, что мы проститутки. Начали, типа, как бы нас снимать. Кто? Вот, милиционер. Трое милиционеров стояло. Да. Понятно, пожалуйста. А вы знаете, там кто-нибудь нас послушает? Там же элементарно придете, извините, вы не туда попали. И вообще вы очень маленькая для этого. Как с вами, в лучшем случае, как с вами такое могло произойти? А в худшем, как сказала Лена. Скажи, а если с родителями прийти? С родителями еще что-то возможно. Ну, не каждый же будет говорить своей матери или отцу, что вот, я вот пошла, и меня изнасиловали. Все равно ощущение такое, что ты сама виновата, да? Все равно будет такой, за тобой такой следователь. И просто сделают. Твоя вина. Такое еще не сделают. Хорошо, пожалуйста, есть еще мнение? Кто бы как поступил в такой ситуации? Мнение такое, что обращаться в милицию бесполезно. Ты обратишься, во-первых, тебе сделают то, что ты сама виновата, и, во-вторых, нет шансов, что они найдут этого насильника. Да. Вот. И вот если ты обратишься в милицию, это узнает вся округа. Вот это еще, да? Да. Хорошо. Пожалуйста. Все-таки стоит обратиться в правоохранительные органы. Ну, существует такой шанс, даже один из тысячи и сотни, что тебе помогут. Просто самой будет легче от того, что ты не будешь это держать в себе. Хотя бы рассказать, вот, хотя бы в правоохранительных органах. Может быть, можно потом закрыть дело, если, ну, там, улик нет. Но все равно стоит обратиться. Скажите, а в первую очередь, в первую очередь, вы бы кому сказали? Милиции, друзьям своим или родителям? Кому бы пошли в первую очередь? Ну, это сложный вопрос. Я так, я считаю, вот, у меня такой характер. Я бы, наверное, скорее всего замкнулась в себе. Я бы сама, ну, может быть, сказала бы маме, но друзьям нет. Потому что, в принципе, ну, не всем можно доверять. Хорошо, пожалуйста. Кто хотел бы сказать? В принципе, к маме бы я никогда в жизни не пошла и, наверное, и не пойду. Потому что мама у меня такой человек, она скажет, что ты виновата. Я бы пошла к подруге. А на втором месте у меня бы стояло, наверное, то, что я бы обратилась к какому-нибудь социальному работнику, например, к психологу. А в милицию бы ты не пошла? Нет, не пошла бы ни за что. Маме бы я рассказала обязательно. Вот, а насчет милиции я не знаю. Надо сначала, наверное, с мамой поговорить. Она все-таки взрослее, она больше понимает, опыта побольше. Вот она бы мне объяснила, как поступить и что там сделать, кому что сказать. Проблема в том, что мы не можем найти общего языка со своей мамой. В первую очередь с мамой. Мама решает свою судьбу. Мама решает, занята своими какими-то проблемами. Мама занята своей карьерой. Даже такое бывает, что девочки из очень хороших семей попадают. Вам не кажется, что проблема в том, что многие мамы сейчас стали меньше тратить времени на своих детей? И в какой-то момент просто их упускают. Что Вы об этом думаете? Да, безусловно. И мне так кажется. Мамы сейчас и делают и карьеру, мамы сейчас деловые женщины. Бывает, мама воспитывает, растит ребенка одна. У нее много дел. И детям просто порой кажется, что мама на них не обращает внимания. Я ему говорю всегда, что бы ни случилось у тебя в жизни, что бы ни произошло в школе, во дворе, там, во всех его, куда он там ходит, многих мероприятий, что бы ни случилось, прежде всего, сначала ко мне. Ну, ко мне, к отцу, домой. Домой. И расскажи все дома. Самое страшное – это гибель, это смерть. Все остальное поправимо и исправимо. И больше, чем мы, для тебя никто не сделает. То есть, что бы ни случилось, даже если тебе будет больно, там, стыдно поднять на меня глаза и сказать что-то, что-то такое ты совершил, все равно сначала ко мне. Мы разберемся. В любом случае мы поможем. Ну, ответишь, если виноват. Конечно, если что-то такое совершил, за что ты должен отвечать, ответишь. Но все равно мы поддержим. Мы родители, мы любим. И мать, конечно, тут. Поэтому мне, конечно, очень приятно, что есть девочки, которые могут обратиться к маме, говорит, в первую очередь к маме, потом там уж. Она умнее, она опытнее. Может быть, у нее что-то было в жизни, она не рассказывала. Какие-то такие же случаи. То есть, приятно и радостно за девочку, что у нее, конечно, такое отношение в семье. И очень печально, что другие наотрез отказываются. Конечно, в этом виноваты родители, я считаю, в какой-то степени. Ну, может быть, и девочки очень так, скажем, остро настроены. Может быть, не все так плохо-то с родителями. Может быть, стоит самой пойти, найти общий язык. Первой к маме там подойти, и она обрадуется и поговорит. Может быть, она просто не знает, как с вами говорить, как начать. Бывает, ну, не все потеряно. Есть плохие там какие-то, нет контакта. Надо искать с двух сторон. С одной стороны, никогда не получится. Если хочет только мама что-то для своей дочери, а дочь от нее отстраняется, не получится контакта. Контакт только с двух сторон. Но я услышала еще и о том, что боятся рассказать родителям, потому что мама расскажет всем. Может такое быть? Все-таки почему боятся рассказать матери? Недоверие. Недоверие в чем заключается? Потому что родители, если что-то произойдет, какой-то новый случай, вот, я тебе говорила, вспоминают тот самый старый случай, который произошел. Естественно, девочка начинает замыкаться и больше никогда не скажет маме ни о чем. Из опыта своей работы с несовершеннолетними мне приходилось расследовать, не расследовать, а проводить служебное расследование по фактам совершения таких преступлений. И когда особенно групповые преступления такие совершались в отношении несовершеннолетних, при расследовании оказывалось, что кто-то один раньше изнасиловал ее. Она не говорила об этом никому, но этот наглец рассказал своим друзьям. И они уже группы пошли. И девушка попадает в круг насилия. Это повторяется, и она уже не может вырваться, оказывается на нее психологическое воздействие. Потом ее могут манипулировать как угодно. Вот таким образом девушки чистые, невинные становятся проститутками. То есть она настолько запугана, она не может разомкнуть этот порочный круг. И ей настолько уже внушили, что она падшая, она плохая, она вообще изгой общества. И она уже сама начинает употреблять спиртное и сама начинает заниматься этим ремеслом. Поэтому это, почему я сказала в начале передачи, что это очень серьезно. Сейчас время настолько ожесточилось, что очень активизировалась секс-торговля. Пресыщенный мир уже не знает, чем развлекаться. Но и самое дорогое сейчас наркотики и красивая молодая женщина. И век проститутки дорогой, короткий век. Им нужны новые и новые молодые тела, новый товар молодой. Поэтому это очень серьезная тема. И для девочек очень важно не замкнуться в себе, даже с этой точки зрения. Переступить себя, найти кого-то возле себя, обратиться к подруге, к одной, второй, третьей. Пусть сразу вас не услышат, но должны услышать. Таким образом вы найдете единомышленника какого-то или сочувствующего человека. Я уж не говорю о том, что вы должны к правоохранительные органы обратиться. И вы сможете разомкнуть этот круг и уйти от вот этой страшной зависимости. Самое главное, я считаю, что вы должны знать, что это счастье, что вы остались живы. И самое главное, что вы должны знать, что вы совершенно ни в чем не виноваты. Нет вашей вины в этом. Никаким образом. И вам действительно следует в первую очередь все-таки обратиться именно в центры помощи. И на телефон доверия для женщин, и на телефон доверия для подростков. И вам обязательно помогут. Потому что самое главное, это пережить эту ситуацию. Недавно я была в Москве и участвовала в тренинге. Мне было дано задание, я должна была представить женщину. Рассказать, почему она пришла к этой проблеме. Почему она занимается этой проблемой. И вот когда мы с ней вдвоем сидели, я брала у нее интервью. Я ей задала вопрос, а вот почему ты юрист, молодая красивая женщина, жена банкира, тратишь свое свободное время для того, чтобы помогать другим женщинам. Почему ты бесплатно работаешь в кризисном центре. И она мне говорит, а ты знаешь, вот я ведь сама именно в подростковом возрасте была жертвой насилия. И когда мне помогли пережить эту проблему, я поняла, что я тоже должна помогать другим женщинам. И самое интересное, что мой муж меня поддерживает в этом. И вот когда у меня уже интервью было закончено, я должна была выйти в зал и представлять ее. Я перед этим спросила, ну я конечно не могу об этом говорить. Она говорит, почему? Об этом ты обязана сказать людям. То есть женщина, которая пережила это, женщина, которой помогли, женщина, которая сохранила себя полностью, именно потому, что рядом с ней были те люди, которые ей могли помочь. Поэтому, пожалуйста, если что-то случилось, что-то произошло, обращайтесь на телефонное доверие. В юном возрасте любая непредвиденная ситуация может восприниматься как катастрофа. Знайте, что это не так. Жизнь не кончена, даже если вы прошли через унижение. Нужно жить и нужно бороться за себя. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»